Откровение, глава девятнадцатая Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его малые и великие». И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстое неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в весон, белый и чистый. Из уз же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». И увидел я зверя и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящие серою, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами.